Всем привет, народ, у микрофона снова мистер Чейзер, вы смотрите Моженсплей канал и мы продолжаем проходить игру под названием Frostpunk, точнее ее дополнение под названием The Last Autumn, то есть Последняя Осень. Собственно, здесь я чуть-чуть переиграл то, что случайно в прошлом видео в конце перезагрузился, ну чисто случайно, да, просто начинаешь шквариться уже, так сказать, но тем не менее, тем не менее. Так, 74 древесины тут осталось, продолжаем, короче, с этими делами заниматься, так, ага, у нас тут люди начинают добираться везде, куда только это можно, да, оленья стада и ржавеющие балки, оленья стада, у подножия горы огромная сугроба, видимо, оленей похоронила под лавой, в смысле, похоронила. Прикольно. Надо зайти туда глянуть, может, там есть жратва, откуда я знаю. Так, у нас тут, кстати, прогресс идет просто отлично, то есть, просто безопасно, я бы сказал. Давайте мы сделаем так, чтобы вы до 20.00 работали, у нас здесь травмоопасно будет, да, конечно, но какая разница? Хотя, подождите, а если сделать так, то, типа, вы... А если до 8... Нет, давайте работаем, работаем, ребят, да, я понимаю, что там 2 дня надо будет потратить, но, блин, нам нужна работа, арбайтен. Так, что у нас тут еще есть? Порвали с опилка. Это хорошо, угольная печь. А, это древесину в уголь переделать, да, но это нам сильно не надо. Продвинутая пристань. Вот продвинутую пристань я хочу, это, мне кажется, довольно крутая штука. Проститутки проверены опять. Он тут проституток просто по КД проверяет. Так, ребят, работаем. Опасно, да, понимаю, но сейчас мы вам повысим немножко это дело. Мне надо, чтобы они хоть немножечко, ну, чуть-чуть, но повысили все это дело. Надо, чтобы они работали. Надо, чтобы у нас прогресс повышался, и только повышался. Нам надо... Ну, мы на почти день опережаем график, это, конечно, замечательно, хорошо. Давайте, кстати, баньку включим, чтобы у нас в радиусе в этом небольшом повышалась, собственно, защита наша, так сказать, от... О, инженеров можем сюда сделать. Чтобы у нас повышалась защита от заболеваний всяких там, инфекционных там, сифозной палочки и так далее. Так, что у нас тут еще есть интересненького такого? В принципе, когда мы сможем распиливать эту хрень, мне уже очень не терпится. Так, у нас тут есть работяги, давайте их поставим работать. И у нас 21-й день тем временем заканчивается. Сейчас у нас, кстати, снизится концентрация газа. Так, все, люди у нас ушли. Не работают уже, но ничего страшного. Безопасность, конечно, это, да, это классно. Но 30% мы сделали, круто. Все равно мы график опережаем. Это тоже немаловажная вещь, очень приятная, я бы сказал. И, в принципе, мы в этом видео, наверное, сейчас успеем все сделать. К 25-му дню мы должны это все сделать, но мы успеем. Даже немножко раньше. Так, точки оказываются могилами. Лоб, Паралов, Белла. Кто бы это был? Почему их похоронили так далеко от цивилизации? Мы никогда не узнаем. Открылся у нас Крэви Найджа. Сарай. У нас теперь виден огромный силуэт. Хм. Сюда 9 часов. Похоже на крупный склад. Давайте сначала на склад, а потом пойдете на Крэви Найджа, а потом уже домой. Капец, я их-то отправляю людей здесь так далеко, офигеть просто, да? У нас тут очень много точек интереса. Надо нам везде попытаться побывать. В идеале. Так, еще у нас тут, ребятки, дошли. Забравшись на снежную стену, оставленную лавиной, мы нашли оленя стада. Оленям сюда, отсюда не выбраться. Можем поохотиться здесь пару дней и выкопать туши, погребенные под снегом. Понимаю. Так, можно, короче, здесь лагерь поставить с едой, да? 9 дней еда будет поставить, а здесь тоже 9 дней. Пока мне в этом надобности нет. Давайте на ржавеющие балки зайдем. Тут у нас еще есть хижина с Гералова, кстати. Блин, на самом деле очень много мест интересных, куда можно залазить, посетить. Клево. Это и в оригинальном фрустпанке было довольно клево. Но здесь оно тоже неплохо. Так, ускоряем время, потому что все равно ничего интересного не происходит. Кажется, тут сейчас, кстати, работяги прибыли. О, класс. Но больше я, наверное, не вижу смысла заказывать работяг. У нас тут, кстати, есть протезики. Я бы заказал лучше паровые ядра. Две штуки могу только заказать, да? Давайте два паровых ядра, они нам очень нужны. Работяги у нас есть. У нас 7 бездомных. Понял, принял. Так, нет, неправильно. Делаем, значит, палаточку. Палаточку. Где мы сделаем? Здесь нельзя. Вот сюда можно взять палатку. Отлично. Сейчас мы объединим ее с улицей. Так, все. В принципе, нам сейчас больше новых работяг сильно-то и не надо. Вот сюда можно еще десяток подкинуть, да? У нас 15 работяг не занятых. Еще и 7 инженеров есть. Круто. А сюда давайте по максимуму закинем. Пусть они конструкционные детали делают. Точнее, профили. Так, производите. Что у нас два внезапно появилось? Так, отлично. Там все производится у нас. Все у нас делается. У нас больные лечатся. Причем это обычные люди, так сказать. Ну, как сказать, обычные. Просто немножко приболевшие. Вон, 5 часов будет лечиться. Еще нормально. Здесь тоже нормально все. Так. Больные получат дополнительные пайки. Это то, что нам, в принципе, нужно. На 23 часа опережаем график. Хорошо. Так, рабочее время. Арбайтен, ребята. Здесь у нас все замечательно. Здесь мы работаем с 6 до 20. Они тут уже у нас, по идее, поперли работать, да? Давайте сделаем вот так, чтобы у нас было вредно. О, газ понизился. Наконец-то. Можем работать, как настоящие люди. Без вот этой техники безопасности. Потому что она эффективность же нам понижает на 25%. Это не очень приятно. Все, короче говоря, сегодня мы это доделываем. Переезжаем график на целый день. Даже на 2 дня, наверное, да? Она уже к 25-му дню надо взять. А мы сегодня до 23-го все успеем, думаю. Ну, 13 часов. Думаю, не успею до конца дня. Так, что вы там нашли у нас? Паровые ядра нашли в сарае. Круто. Круто. Пригодится. Сколько паровых ядер? Паровые ядра сил Вуаплет. Табличка над входом гласит. Министре де ла Марин и дес колонияс. Энтерпот номер 4. Министерство военно-морского флота и колонии. Склад 4. Неудивительно, что на севере стали искать убежища разные народы. Но размах французской операции потрясает. Старенький кладовщик, завидев нас, открывает грузбух. Похоже, старик привязал... А, то есть принял нас за французских инженеров. Бонжур, месье. Веси ву, нуа, девопе. Веси ву, нуа, девопе. Веси ву, нуа, девопе. Веси ву, нуа, девопе. Суфисант по реперрии ла кривене ге. Я нихера не понимаю, что я читаю, если честно. Я просто... Я французский не учил, я не знаю. Я чуть-чуть могу на нем читать, но не сильно. Он явно хочет выдать нам партию правых ядер. Ну, что там еще за кривеный ге? Получим несколько правых ядер. Да, получаю, нормально. Старик распрощался с ними, оставил нас с драгоценной добычей. Отлично, спасибо, старикан. Так, и теперь идем на кривене ге. А, вот, собственно, это оно и есть, да? Так, у нас здесь есть два правых ядра. Классно. Тут еще эти ребятки сейчас дойдут, куда надо. Круто. Так, ну, в принципе, нормально. Идет у нас все. Тут эффективность 112%. Охереть. Они просто сейчас работают на благо Лондона. На благо королевы. Кухня не работает. Хреново. Или что там? Не кухня, подожди. А ржавеющей балки. Ничего мы здесь не нашли. Идем дальше. А дальше у нас тут только хижина зверолова. Так, подожди, что вообще ничего нет? Закрытую таверну она обнаружила. Но мы закрытую таверну и так, в принципе, видели. Ну, давайте тогда идти на хижину зверолова. И у нас остается вот это вот Кревенайге. Или Кревенайджи. Я не знаю, как правильно читается. И, в принципе, все получается. Что-то как-то быстро мы все исследовали. Ну, ладно. Мне, как говорится, пофиг. Так, уголька у нас достаточно. Стали тоже. Надо будет, если что, поменять склады что-нибудь. Опа! Надо их спасти! Вытащите их быстрей! Блин, херово. Авария. Каверна с источником. Полезошла катастрофа на нижних ярусах. Открылась каверна с подземным источником тепла. Люди задыхаются в выдавитых испарениях. Мы можем запечатать каверну и спасти работников. Но это непоправимо и снизит мощность генератора. Если же все оставить как есть, люди погибнут. Вот, блин. Спасательная группа с оборудованием. Поехали. Мы же как раз-таки готовились к этому делу. Живы! Теперь их срочно надо к доктору. Еще бы немного. И надеюсь, если такой в мус-минус трясется, мне тоже так свезет. Да, всем свезет. Все нормально будете, переживайте. Так, у нас тут закончилась лесопилка. Она теперь не работает. Надо где-то еще ее поставить. Вот тут хорошее место, кстати. Давайте тут лесопилочку поставим. Видите? Я забочусь о вас. Вот сюда давайте поставим это дело. И протянем дорогу. Вот такую. Так, добывай здесь древесину. Затем, наверное, сюда пойдем. Здесь у нас тоже какие-то ресурсы, возможно, будут. Может, будет их тут, наверное, найти. Тут дерева очень много. И еще у нас дерева немало. И прям очень много вот здесь. Прям очень хорошо с деревом здесь. Ну, в принципе, нам, думаю, до конца кампании хватит дерева. Блин, конечно, хреново, что на 3 часа все остановилось. Пустая черепа из-за, в смысле, пустая. Создаем. Она не должна быть у нас пустой. Она должна быть у нас довольно-таки активной. Блин, сегодня, я так думаю, мы не успеем, да? Из-за вот этой вот, конечно, аварии. Прям пипец. Аж обидно. Да, скорее всего, не успеем. Вот, зараза. Как сказал бы Геральт, от холера. Успешная эвакуация. Отличные новости. Все рабочие спасены, а источник энергии остался незапечатанным. Несколько человек пострадало, а некоторые серьезно, но они выживут, если получат медицинскую помощь. А к концу строительства генератор разовьет расчетную мощность. Отлично. У нас, блин, ой, восемь, ой, восемь коллег. У нас как раз-таки восемь протезов, кстати. Отлично. Так, давай сюда побольше людей. Одиннадцать часов до разрешения. Да, не успеем мы за сегодняшний день все сделать, но... Че поделать? Не успеют, так не успеют. За восемь часов. Даже за восемь не успеют. Шестнадцать. Это двадцать два будет, да? Точнее, двадцать четыре, извините. Так, продвинутая пристань. А можно ее заменить? Да. Сорок одна древесина и двадцать стали. Давайте сделаем одну продвинутую пристань. В чем ее преимущество, кстати? Быстро разгружается суда с большими запасами ресурсов. Клево. Здесь у нас никто сейчас ничего разгружать не будет. В этом-то проблема небольшая. Так, а здесь давайте-ка мы, наверное... Еду нельзя разгружать. Ну, логично. Технологии. Можем? Да, можем технологии третьего левела открыть. Нам, наверное, надо уже их потихоньку открывать. Но я сначала сделаю, наверное... Давайте турбонаддув исследуем. Тоже пригодится эта тема нам. Блин, восемь коллег? Ё-моё. Так хорошо все было. Шесть часов до завершения. Да, не успеем, наверное. Опасно. Минус три. Ничего страшного. Работаем. Приказано работать. Приказано достроить эту хрень. Мы ее достроим. Не сегодня, так завтра. Так, законы можно принять. Какие законы есть? Ничего интересного. Что здесь можно принять? Ничего интересного. То есть смысла в каких-то законах я сейчас не вижу. Можем их не принимать. Вот реально смысла нет. Так, сейчас будет почти 80%. Неплохо. Ой-ёй-ёй-ёй. Вот эта фигня сейчас закончится. Возможность восстанавливается. А, так она опять активная. Опять ее можно принять, получается, да? Нам надо будет ее принимать. У нас сейчас будет там дальше проблемки. Небольшие. Блин, работяг не хватает. Ну, сейчас вот мы эту хрень достроим, а работяги будут. Прям печально по работягам все стало. Ну, мы переживем на два дня график. Так что, я считаю, мы вообще идеально идем сейчас. Прям так, как надо. Так, вон все, коллеги у нас получают протезики. Надо будет, кстати, еще протезиков заказать. Раз, два, три, четыре, пять протезов. А, пока не можем, да? Шесть часов у нас поставки идет. Так, все, двадцать часов. Да-да-да. Ну, пока не будем ничего делать здесь. Все, ждем. Сидим, ждем. Ничего мы пока сделать не можем. Сейчас у нас там люди куда-то дойдут, да? Да, точек интереса. Ну и? Так, дошли. Так, дошли мы в хижину Зверолова. Что у нас там? Уютное убежище. Стол, массивное кресло и стальная печка. На столе лежат две книги. О происхождении видов Чарльза Дарвина. И путешествие к центру земли Жюля Верна. В угол стоит ящик с консервами. Хорошие книги. Ха-ха. Действительно хорошие книги. Пригодятся. Так, все, ребятки. Вы можете, получается, с пищпайками топать домой, потому что новых точек у нас нет. Нет. Вот вы топаете домой. Отнесете пищпайки. И потом пойдете на горное озеро, наверное, еду нам добывать. Так, и тут у нас сейчас ребятки тоже через 7 минут дойдут. Хорошо. Добрались мы до французской колонии, или что у нас тут находится? Огромный локомотив завалился набок. Он выглядит одновременно величественно и жалко. Какое расточительство. Машина просто невероятных размеров, как корабль, выброшенный на берег. Она перевернулась, когда земля просеяла под ее весом, и рельсы погнула. На главном котле видна гравировка. Краве Найдже 12. Для французов размер явно имел значение. Жаль, что эти земли подвели их. Теперь остается только собрать ресурсы с этой грандиозной машины. О, еще новые места обнаружены, кстати. Давайте ресурсы заберем. Что у вас тут по ресурсам, кстати? Ну, нормально, можем еще дальше двинуться. Давайте на... Давайте, наверное, на грузовой терминал. А вот вы, кстати... Давайте, наверное, на ледяное плато. Уже потом с ресурсами вернетесь домой. Я считаю, так будет лучше. Все, ускоряем время. Ничего сейчас интересного не происходит. Кстати, можем склад сейчас наш. Ресурсов переорудовать под склад, например, стали. Изменить сталь. Потому что у нас еды, вроде пичпайков, достаточно. А вот стали у нас достаточно много появилось. Внезапно, да, казалось бы. Типа, какого хрена? Так, давай сюда работяк. Сюда тоже. Так, прибыл транспорт. Отлично. Два паровых ядра имеется. Значит, мы можем уже строить какие-то интересные штуки. Которые нам потом пригодятся. Классно. Так, ускоряем время. Блин, мотивация падает. А мы можем сделать? Да, можем. Помолимся Богу нашему Господу вместе, братья и сестры. Так, на два дня. Опа. Подожди. А вот с этого момента поподробнее. В смысле температура снизится на один уровень? В смысле? Я не понял. У нас же тут последняя осень. У нас же осень. Должно быть тепло. Плюс 10. Вот, вообще отлично. Так, только не говорите нам, что нам надо будет еще отапливать наше все дело. Охренеть. Это то, чего я очень не хотел в этом дополнении делать. Так, два защитной конструкции. Все, отлично. Работаем. Один час осталось нам строить. Вы должны это закончить. Производительность 120%. Работаем просто в пути лица. Просто никто так не работает, как работают у нас работяги. Отлично. Этап пройден. Следующий этап. Сердце генератора. Фундамент заложен. Теперь пора приступать к сборке главной части генератора. Его сердца. Ядра. Ядро будут поддерживать две несущие рамы. Они же послужат опорой для внешних деталей генератора. Круто. Круто. Так, прогресс готов у нас. Так, замедляем немножечко время. Во-первых. Во-вторых, работяга раскидываем туда, где они нужны. Вот у нас, кстати, здесь можно будет людей забрать потом, если в случае чего. Так, у нас там такой взрыв терминал добрались люди. Участок 120. Фундамент генератора заложен. Мы взяли отличный темп. Здесь у нас холода и неурожай. Привели к массовому выезду людей в колонии. Оставшиеся возлагают надежды на новый государственный план эвакуации. Оппозиция обвиняет нашу компанию в наживе на бедствии. Разумеется, это пустая болтовня. К сожалению, мы потеряли контакт с участком 120. Прилагаем координаты и будем признательны, если вы выделите несколько человек на проверку. Сделаем, что сможем, кстати, да. Лагерь рабочих. Понял, надо будет проверить. Что у нас в грузовом терминале? Пищпайки. Мы сделали привал, чтобы пересчитать припасы. Тут к вам подошли несколько рабочих и обратились по-французски. Если мы правильно поняли, они спрашивают, когда придет краевые найге. Потому что жизнь здесь стала невыносимой и они дрожат от каждой кассирной банки с едой. Да не буду я грабить их. Я что, козел. Они готовятся к отбытию. Интересно, как вы это сказали? Потому что это же французы, они что-то о французском разговаривают. Так, давайте в лагерь рабочих выйдете. Блин, я постоянно меняю направление нашему отряду. Но нам теперь надо на ледяное плато сюда топить. Жаль, 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 французики. Очень жаль. У вас не такой классный руководство, как у нас. Вам не повезло. Блин, а я думаю, зачем нам показатель температуры здесь? А вот тут вот такое вот. Такое за подлоном разработчики подогнали. Что нам надо взять, кстати? Постройте литейную. Несущая рама, ядро. Подожди, а литейную мы исследовали вообще? Давайте начнем с простого. Нет, не исследовали. Следующее исследование литейное. Понял. Так, на два дня пережим график. Не может не радовать, я бы так сказал. Отлично. Так, у нас тут больные внезапно появились. Блин, у нас опять повысилась концентрация. И на следующий день еще повысится. Концентрация гребаного газа. Так, давайте делать опоры. Эти они нам очень пригодятся. Особенно если будем бафать наших работяг постоянно. Снова в деле. К вам подходит радостный рабочий, неумело шагая на новеньких протезах, которые вы заказали для него. Хочу вас поблагодарить, сэр. Я с ума сходил от работы в доме опеки за половину зарплаты. А теперь я снова в деле. Приятно слышать. Мотивация увеличилась. Круто, круто, реально круто. Люди меня благодарят за то, что я им посылал протезики. Кстати, насчет протезиков. Десять штучек заказываем. Пригодятся. Вдруг у нас опять какой-то выброс будет. А у нас оп. Так, подожди, не понял. Пациенты. У нас есть место для них. А что ты не идешь никуда? Идет на работу. В смысле идет на работу? Ты больной. Тут тоже давайте всех подлечим. И... А, это амбулатория, это не то, да. Так, ну все нормально. У нас один больной. Я просто не понимаю, почему он не идет лечиться. Так, куча угля истощена. Хреново. Так, технология изучена. Понял, принял. Делаем литейную тогда. Отлично. А до нее как раз таки паровое ядро и надо будет тратить. Хорошо. Так, работает. Что, вы уже все сделали? Нифига себе вы работаете. Давай еще один тогда. А, тут же у нас полный комплект, работяк. Да, да, да. У нас тут очень много людей. У нас сейчас не занятых людей 50 человек. Ну, в принципе, они у нас будут работать как раз таки вот здесь. Над этими... Над несущими рамами. Еще и ядро надо будет собрать. Это нам надо будет, наверное, делать, да? Вот это. 25 стальных сплавов надо будет. Ё-моё. Несущая рама. Да, плюс ресурсов нам знатно потратить. Ну, что поделать? Большие дела требуют больших жертв. Так, у нас туда идут ребята, сюда тоже идут. Хорошо, ускоряем время. В принципе, сейчас ничего интересного не происходит. Можем посидеть, попердеть пока. Ресурсы добываются, и это самое важное и главное, что мы можем сейчас делать. Так, тут еще дерево есть. Хорошо. Надо, наверное, где-то еще лесопилочку задеть, как вы думаете? Хотя у нас сейчас людей не так, чтобы много, и древесина пока что более-менее есть. Можно сейчас одно еще ядро заказать. Я периодически буду заказывать ядра, потому что они нам пригодятся, реально. Так, окей. Ускоряем время. У нас там сейчас люди придут. До ледяного плато дошли. Хорошо, что у нас там? Путь в никуда. Рельсы ушли под лед. Мы прошли пару миль в том же направлении, но ничего не нашли. Потом вернулись и разделились, пытаясь найти, не выйдут ли пути на поверхность. Но, похоже, не выйдут. Куда вели эти рельсы? Вероятно, мы никогда это не узнаем. Ну. Бывает, бывает. Так, все, получается, мы здесь все в округе исследовали. Больше идти некуда, да? Но только если нам не будут подкидывать вот такие вот задания. Поэтому, ребятки, вы что у нас делаете? У вас есть ресурсы? Вы с этими ресурсами давайте домой. 15 часов домой. Нам сейчас они как раз таки пригодятся, кстати, эти рельсы. Особенно стальные сплавы, еще и паровые ядра. Тут пока еда, поэтому этих ребят можно погонять пока немножко. Все, нормально. Хорошо. Пока что идет так, как надо. Вот серьезно, я не жалуюсь пока. Это, помню, в Форс Панке у нас прям жопа постоянно за жопой была. Здесь как-то более-менее. Но я вижу, на 27-й день нам предстоит жопа небольшая. Температура будет снижаться на 10 градусов, как я понимаю. Будет ноль у нас теперь. А мы можем чем-то отапливать? У нас будут какие-то исследования на отапливание. Меры безопасности, вентиляционные установки, обдув, матрицы. Да ничего такого, в принципе, я не вижу. Заготовщики, лазарет, ускоренные тележки для сбора, протоколы лечения. Ничего интересного нет. Паровая станция перезагрузки. Вот это классная штука, надо будет ее взять. Увлечение радиуса лесопилки, угольная печь, термостат. Да нет, я не вижу. Отапливать, видимо, нам нельзя будет никак. Наши дома. Видимо, нам будет стимул закончить быстрее генератор. Я так подозреваю. Блин, а что больных стало больше? Не понял. На лечении. Что вы так внезапно заболевать стали? У нас тут банька работает, все хорошо. В аллельном доме тоже все есть. В пабе. Ничего не можем делать. Так, так нормально. У нас тут инженеры работают внезапно в борделе. Умные, вы же умные люди. Дипломированные. Работайте в пабе. Стакашки протираете, да наливаете. Так, ускоряем время, все равно ничего не происходит. Так, высокая мотивация у нас. Хорошо, если что, мы аллельным домом будем бафать это дело. Ну и, в принципе, пока вообще отлично все идет. У нас каждый день получаются серьезные затраты мотивации. Но у нас уже длительное время, прям очень длительное время, мотивация высокая. Плюс 30% получаем баф. Так, понял тебя. Тут пора бы нам делать что-то интересное. Повышать как-то, наверное, безопасность. Вот так делаем, чтобы у вас... А, все, нормально. До 8800 работаем, значит. Да, в принципе, здесь смысл работать. У нас ничего не делается. Серьезно, мы сейчас ничего не строим. Нам нет смысла. Тут вообще не работает здание. Работяк даже нет. Так, лесопилка готова, да? Жаль. Что-то быстро она, блин, дерево забирает. А, вот еще лесопилка есть. Класс. Можем, наверное, сделать лесопилочку еще здесь. Давайте, наверное, знаете, что сделаем? Я сейчас сделаю дорогу. Я просто не хочу вот эту дорогу разбирать. И вот здесь сделаю лесопилку. Вот как-то так. Вроде деревья не уничтожились. Да, нормально. Пойдет. Так, что у нас там происходит по нашим делам душевным? Мы можем, кстати, здесь древесину добывать. Что-то подумал. Давайте вместо угля на древесину переключимся. Угля у нас здесь достаточно. А вот с деревом проблемы. Причем существенные. Нам надо конструкционные профили постоянно. Опа! Заготовщики благополучно вернулись в лагерь. Классно. Притащили нам ресурсики. Так, теперь вы, ребята, знаете, куда едете. Теперь вы едете на горное озеро добывать нам еду. Она нам не то, чтобы сильно нужна, но... Но нужна. Типа того. Так, сейчас мы узнаем, что там случилось в лагере. Участки 120. Мне ж интересно. Так, и построим сейчас литейную. Хорошо, строим. А, ну да, строим. 60 дерева не хотели. Конец света. Сэр, один из инженеров получил письмо от родственников из Индии. Внезапные морозы уничтожили плантации, и они отправляются в Англию. Колонии, повернутые в хаос, а местное население бунтует против Британии. Разумеется, нельзя позволить этим сведениям снизить дух наших работников. Пропаганды нет. Отцезурим. Если мы не будем этим заниматься, нас ждут великие беды. Склад ресурсов, настройки генератора, еда и здоровье. А что сети дают? А, больше еды будем добывать. Ну, не знаю, не хочу сейчас ничего делать. Мне сейчас надо построить то, что нужно. Так, транспорт прибыл с этими протезиками. Круто. Давайте мы тогда закажем еще... А, пока ничего не буду заказывать. Ни на что ресурсов не хватает. Так, давайте построим литейную. Литейную, неважно. Нужна нам эта штука сейчас. И будем смотреть, на что у нас будет хватать ресурсов, чтобы делать исследование. Паровая лесопилка, угольная печь. Сделал бы я, наверное, даже паровую лесопилку. На самом-то деле. Ну, пока ресурсов не хватает. Так, 20 минут осталось. Что у нас там происходит, сейчас узнаем. Сбежавшие рабочие. Рабочие рассказывают, что на участке 120 их заставляли работать в нечеловеческих условиях. Что начальник держал их за рабов, и они были благополучно вынуждены сбежать одной из ночи. Они умоляют нас не выдавать их, если мы попадем на участок 120. Они изголодались, и как минимум половина из них больны здесь. В глуши им одним не выжить. Бросить. Забрать. Мы можем вернуться сюда позже. Плюс 50 работяг! Давай! Нам они не особо нужны, но теперь нам надо, получается, позаботиться насчет того, что нам нужны домики. А у нас нет, как раз-таки, одной такой немаловажной вещи. В смысле, что за фигня? Еще палатка здесь такая здоровая внезапно. У нас нет дерева! Проблема, парни! Проблемы! У нас тут сейчас на новый ресурс мы переключимся, но пока судно придет, придет какое-то время. А, у нас тут ресурсы уничтожили себе. Жаль, жаль, очень жаль. Но у нас проблемка, у нас палаток не хватает на всех них. Конечно, попробуем что-нибудь сделать, да? Ну, блин. Раз. Еще и два давай сделаем. Просто нам работяги на самом деле пригодятся. Вот серьезно, они нам пригодятся. Нам люди реально пригодятся. У нас потом сейчас будет литейная хреначить, да? По полной. Это раз. Так, давайте по себе безопасность сразу. Во-первых, литейная будет, да? 25 стали из 50 и 50 угля. 5 штук нам надо минимум. Нам надо же еще ядро собрать. Ядро нам 25 сплавов требует. А у нас будет сейчас 20, получается, сплавов. Хорошо. Ну, в принципе, на этом предлагаю закончить, ребят. Неплохо пока что идет во фростпанке у нас все. Не идеально, но неплохо. Я бы сказал прям, ну, нормально. Поэтому на этом все. Если тут впервые, обязательно подписывайтесь на мой пока что маленький канал, прожимайте колокольчики, лайкайте, комментируйте, ну и заходите в нашу группу во Вконтакте по ссылочке в описании. А на этом все. У микрофона был мистер Чейзер. Всем удачи. И мы с вами увидимся в следующем видео. Всем пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.